Одна минута смеха продлевает жизнь на 15 минут. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня люди, которые о юморе знают все, а самарские КВНщики, привет. Сергей Лоренов, Леонид Копечай. Ну, тема прекрасная, тема хорошая, к юмору, вот, наверное, нет такого человека, который бы плохо относился к юмору и к тому, что происходит около него. Мы с вами, как информационные поводы, встречаемся сегодня по двум моментам. Это Куба губернатора и это КВН-марафон. С чего начнем? Что ближе к нам? Хронологии давайте. Наверное, начнем с истории в этом плане, что давным-давно в далеком, далекой галактике у нас зарождался КВН и, слава богу, что у нас есть в Самарской области, в частности, в нашем любимом городе. КВН нас очень сильно любит, у нас КВН ценит и самое главное, что самарский зритель, он эстетичный, он до такой степени уже воспитан, в хорошем смысле избалован, поэтому КВНщикам все время приходится удивлять. И это же еще информационный повод КВН. Получается, то, что, например, ты не успел днем посмотреть где-то, либо в интернете, либо в газете, вечером ты увидишь это на сцене КВН, но только через призму, клуб веселых и находчивых. Вот, поэтому КВН у нас очень много и постепенно-постепенно достигло уже таких масштабов, что мы с гордостью говорим, что в этом году у нас проводится уже четвертый традиционный Кубок КВН губернатора Самарской области, который состоится 9 сентября, то бишь уже вот... То бишь завтра. То бишь завтра, да. Завтра вечером в МТЛ-арена больше двух тысяч человек, будет телевизионная съемка, будет мега смешные команды, которые представляют Самарский регион во всех телевизионных лигах Международного союза КВН. То есть все по-взрослому? Максимально. Максимально. И, поверьте, билеты уже начали бронировать, бесплатный пригласительный билет, начали бронировать уже в апреле. В апреле, дабы как бы позволить мы это можем, соответственно, разыгрывали и через радиостанцию, и разыгрывали на портале kvnsamara.ru, и просто раздавали хорошим людям нашего города. Поэтому туда придут действительно те, кто хотят увидеть КВН, те, кто любит КВН, и те, кто любит и ценит шутку и юмор, как, наверное, образ жизни. Сколько всего будет команд, и это будет какой-то просто общий концерт, или все-таки будет победитель этого кубка, да, и какие-то, может быть, призы? То есть какое будущее у тех, кто будет молодец? Ну, я думаю, что вот Леонид Копичай, чемпион высшей лиги, как, наверное, один из организаторов, просветит, откроет, так сказать, капот юмористического автомобиля. Пожалуйста. Расскажу, расскажу про капот юмористического автомобиля. Да, действительно, кубок – это конкурс. В конкурсе у нас принимает пять команд участия, представители самарского движения КВН и также гости. Но все команды представляют самарский регион в сервизионных лигах международного Советского КВН. Да. Также будет гость из высшей лиги, который порадует самарского зрителя своим юмором. Это, так скажем, хедлайнеры сегодняшней высшей лиги. Мы можем говорить? Понятно, да. Почему нет? Команда КВН «Русская дорога», «Армавир», замечательные ребята, такие простые русские ребята. Кубанские, да. Да, да. Поэтому будет очень весело. Помимо этого, естественно, мы привлечем и других КВНщиков нашего региона из различных лиг, коих сейчас очень много, для того, чтобы устроить начальное превью, для того, чтобы зритель мог познакомиться с всем многообразием самарского КВН. Слушайте, ну вот всегда интересно, команд много, юмора много, но это все равно оценочная такая вещь. Кому-то смешно, кому-то смешнее, кому-то не смешнее и так далее. Как здесь сделать так, чтобы не было тех, кто обиделся, и чтобы все равно всем как-то сестрам по серьгам? Ну, понимаете, в этом плане у каждого есть субъективное мнение. И в этом-то и прелесть КВН, что одному нравится одна шутка, другому нравится полутона вот этой шутки, кому-то нравится эстетический юмор, кому-то нравится интеллектуальный. У нас есть команда в Самаре педагогического социального университета, кому называется Распутин. Они историки. И представляете, вот за этот год они знакомят, я честно скажу, многие факты не знал из истории вообще, Руси и вообще мира. Они как-то умудряются через призму КВН доносить исторические факты. И это так здорово ложится на подсознание, и ты, получается, по-новой обучаешься. И многие зрители благодарят это и пишут в соцсетях, что как здорово, что есть такая команда, благодаря которой можно узнать и историю края, и историю Руси, и историю создания мира и так далее. То есть мало того, что посмеялись, еще и образование. Конечно, на самом деле это здорово. Они хитрые, да. Я хочу сказать, что благодаря поддержке губернатора Николая Ивановича Меркушкина в этом году у нас запустилась программа поддержки КВН на территории Самарской области. У нас мы презентовали в этом году с фестиваля, начали буквально вообще новый проект для нашего региона, это Лига трудовой молодежи Самарской области. Потому что на одной из вечерок, когда мы сидели около свечки и пели гимн КВН, мы подумали, а почему только студенты и школьники играют в КВН? Обидно, обидно за выпускников, которые ушли работать. Которые ушли уже на производство, занимаются. Кто-то токарем, кто-то инженер, кто-то генеральный директор, кто-то, может быть, руководитель мясокомбината. Видите, какие у нас связи? ИП, да. Они тоже хотят играть. И мы вот этот проект презентовали, он безумно всем понравился в первую очередь, получили благословление. И поверьте, сарафанное радио, буквально на фестивале уже было 8 команд. Сейчас в сезоне у нас в первом, который пробный сезон, будет 10 команд. Там и «Газпромы», и «Роснефть», и железнодорожники, и врачи, и ИП, индивидуальные предприниматели, и заводчанины, и электрики. И все они играют в КВН, и это без какой-то рекламы. И заводчане приходят, зрители говорят, неужели у нас это можно так делать? И вот, представляете, я несказанно рад, что у нас это получилось. Школьники у нас по всей области сейчас, вся область играет в КВН. Потом в конце года победитель всех вообще лиг школьных будет бороться за право поехать на фестиваль международных детских команд, который будет проходить в Артеке, в Крыму, в нашем Крыму. Вот, поэтому это здорово, на самом деле. И областная студенческая лига есть, в которой каждая игра в каждом городе, региона у нас происходит, новая игра. И межрегиональная лига КВН «Самары», которая существует при поддержке молодежной программы, как раз «Молодежь Самары», при поддержке городского округа Самары. Команды из разных регионов приезжают к нам в город играть. Все рады, все здоровы. И когда вот эта жизнь, это как, знаете, это как молодежный какой-то муравейник. И я вот рад, мне вот 68 лет, а я чувствую себя таким же молодым, как Леонид, как будто как 12, понимаете. Как будто 84. Как чемпион высшей лиги, поварившись в этой большой кастрюле, да, вот что можно сказать изнутри? Насколько все-таки эта жизнь, которая затягивает? Потому что в какой-то момент все равно же наступает, что ты как-то становишься не прям не в КВН, а около КВН. Или не бывает так? Или у тебя еще не так? Ты еще внутри этого всего? Ну, если изнутри, то кастрюля действительно большая. Начнем с этого. Очень-очень много там различных нюансов и тонкостей. И сказать, что можно выбраться из этой кастрюли и стать около, ну, наверное, так не бывает. Потому что КВН – это не просто игра, не просто какое-то увлечение на какой-то период времени. Если ты сыграл хоть раз в КВН, все, ты КВНчик навсегда, это уже образ жизни, это образ мышления в первую очередь. То есть если ты сыграл в серьезный КВН, ты уже не сможешь мыслить, как обычный человек. У тебя уже сознание по-другому работает, поэтому стать около КВН, наверное, неправильно. Не быть на сцене – это да, но выпасть полностью из движения невозможно. Поэтому я рад, что… Тем более Леонид является у нас ведущим и юниор Лиги КВН, и Лиги Трендавра Молодежи. Вот. И он как бы не выпал из этой, как вы называете, извините, кастрюли. Вот. Я бы сказал, что наоборот, мы уже из кастрюли переросли, наверное, в какую-то бочку большую. Вот. А Александр Васильевич Масляков – это вообще море. Чумный чар. Вот. Поэтому на самом деле там… Слушайте, ну это очень здорово. Давайте затронем, наверное, еще второй наш информационный пункт – это КВН-марафон. Мы как раз к нему и перешли. КВН-марафон. Мы как раз бежим уже, понимаете. Вот. Да, бежим к этому КВН-марафону. И все-таки дальше еще у меня очень много к вам вопросов. Хотела, знаете, сразу вот в преддверии вопроса о КВН-марафоне, который вы задали, да, процитировать один звонок. Везде по городу висят красочные афиши, то, что и Куба-губернатор, да, и КВН-марафон десятого в день рождения нашего любимого города Самары. Вот. И там телефон контакта, как, чтобы справочная информация. Это наш офисный телефон. И наш администратор потом нам пересказывает. Раздался такой звонок. Звонит девушка и говорит, скажите, а вот КВН-марафон – это КВНщики будут бежать? Она также тоже… Лера как бы проработала вместе с нами 10 лет администратором команды чемпионом высшей лиги, как бы. И она сказала, да, конечно, они будут бежать и шутить. Она говорит, а мы? А вы будете рядом бежать и слушать, и смеяться. Вот. Примерно это так, да, что 10 сентября… 10 числа. У вас будет своя сцена. Она называется… Нам доверили. Да, нам доверили. Мы будем совместно вообще со всей молодежью Самары делать праздник. Также отмечать и радоваться, чествовать день рождения любимого города. На набережной будет одна из сцен носить гордое название «Молодая сцена». Куда-где от школьников, наверное, до студентов и там уже работающих, каких студентов, молодежь. Все, кто, мол, в душе, могут принять участие в качестве зрителя, в качестве, наверное, участника этой программы. Будут представлено море там различных концертных номеров. И активности будет, и там, и от департамента образования лучшие номера там будут дети петь, танцевать, шутить. Это здорово. Конечно же, музыкальные группы, да, музыкальные группы студенческие свои там композиции будут выставлять на обозрение зрителя. Мы постарались охватить очень много жанров, да, чтобы… Приоткрою, что нас ждет встреча даже с чемпионом мира, новоиспеченным. Не буду говорить, каким, да. Это вид спорта? Друзья, придите 10-го числа на молодую сцену, где-нибудь с полтретьего до восьми, до девяти, вы встретитесь таким человеком. Это девушка. Это интриговал. Это здорово, да. Это эксклюзив. Только на дне города Самара можно это увидеть на молодой сцене. Вот. И плюс, естественно, КВН-марафон, где команды, которые, может быть, и принимали участие в Кубке губернатора, и вообще просто команды представителей движения КВН Самары, это и юниоры, и студенческая, и межрегиональная лига, там много команд, порядка двух часов будет длиться этот КВН-марафон. Все правильно, девушка сказала. Это они будут бежать. Бежать – это по времени. КВН-марафон – это значит долго. Долго, да. Да, поэтому это будет долго, как выразился один участник КВН на Первом канале Высшей Лиги. Он когда пародировал Путина, он имеет право, потому что у него полное сходство, да, эксклюзив. И в его образе, когда у него спросили, что такое фильмы Михалкова, он сказал, ну, знаете, это как война. Долго, дорого и неинтересно. Вот, но на самом деле КВН-марафон – это долго, смешно и очень интересно. Действительно, главное, чтобы было смешно. Друзья, у нас есть небольшой клип, вот, предоставленный движением самарских КВНщиков. Ну, просто о жизни, наверное, движения. Да, о жизни движения. Давайте его посмотрим и вернемся к обсуждению. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Лёня, зритель приходит по сторону зала, где сидение. Зритель туда приходит, чтобы смеяться, да? А зачем туда приходит человек, который по другую сторону, то есть на стороне сцены? Зачем ты туда в свое время пришел? И что там такого, чего, может быть, мы как зрители недоулавливаем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, если серьезно говорить, то КВНщик – это в первую очередь человек с какой-то позицией. Если у тебя есть какая-то жизненная позиция, есть какие-то убеждения, есть какие-то мысли, которыми ты бы хотел поделиться, то на сцене КВН ты будешь успешным, потому что без позиции какой-то некой внутренней шутить ты не о чем, тебе просто не поверят. Если говорить о каких-то, ну, то есть если менее серьезно, не так глобально задумываться над смыслом, то это прежде всего эмоция и энергия. Это колоссальная энергия, когда ты выходишь на сцену, когда ты выражаешь свою позицию через призму юмора и получаешь обратную волну, то есть эффект смеха, который, ну, пронизает тебя просто каждую клетку тела, тебе становится, ну, просто, я не знаю, я никогда не забуду, когда мы командой КВН-СОК выступали на дне рождения КВН в городе Красноярске, когда 7 тысяч, по-моему, зрителей было, я не помню сейчас точно, ну, огромный стадион зрителей, и моя задача была подвести следующий номер. Объявить? Объявить, да. Я выхожу на сцену, а в это время, то есть 7 тысячный зал, он как бы, реакция немножко медленнее, чем в маленьком зале. Я выхожу, и меня настигает волна смеха с прошлого номера. С предыдущего номера? И я вам клянусь, меня качнуло назад. Ничего себе! То есть, на самом деле, я шаг назад сделал, такой, о, подождите, подождите. Вот, ну, то есть, эта энергетика, она молодая. Это как, я не знаю, молодильные яблочки. Выходишь и заряжаешься. Да, узнать бы, где этот колодец, куда Александр Васильевич ныряет. Да, да, да. Вы тоже там, да, шутите, что он вечный? Нет, он просто молодец. У нас есть на кого равняться. Для меня это вот эталон, наверное. Долголетие на телевидении, как бы, и руководитель такого огромного движения, как КВН. Вот, поэтому еще плюс, ну, и плюс КВНщик, это же КВНская сцена, это способ реализации еще определенного, потому что он получает навыки здесь, во-первых, коммуникативные, да, он получает какие-то навыки взаимодействия с людьми разных формаций, разного вероисповедания абсолютно, как дружба народов. Это дом дружбы народов. Там и мордвин, и татарин, и русский, и узбек. Только в действии, да. Только в действии. Изначально ты можешь быть не татарин, например, на сцене играть татарина. Ты можешь быть не афроамериканец, но играешь ты, например, афроамериканца, либо китайца. А для того, чтобы это сыграть, ты должен прочитать про это, прочувствовать, войти в образ, прочитать про него в интернете, найти какую-то литературу. Понять культуру, почему он так себя ведет. Самообучающее, да, спародировать изначально. Почему? Потому что если ты не скажешь неправду, тебе никто не поверит. Там КВН – это факты, это факты просто немножко под другим углом. Мы вот видим лист, а КВНщик это видит в ребро листа, получается, из-за этого. Ну и плюс он в КВН в короткий промежуток времени, за одну минуту, может быть и актером, и певцом, и режиссером, и костюмером, и звукооператором, и монтажером, и клипмейкером, журналистом, интервьюером, да, кажется, так называется. И плюс он еще может быть видеоблогером, и может быть отличным отцом, мужем, сыном и братом. Вот, и это все только маленькое. И это за одну минуту. За одну минуту, серьезно. И КВН такая школа, и когда, представляете, приходит, например, я вот стоял за тумбой, ну почти 10 лет, и когда приходят уже с детьми, Сергей Николаевич, добрый день, там, или Сергей, когда еще из первого выпуска. И мне уже приятно, что эти люди, они выросли прекрасными людьми, у них классная семейная ячейка общества. Пусть он там не находится в сфере КВН, да, но он КВН свой воплотил в жизнь. У него семья, ребенок, он социум общества, он развивает регион. Или если он уехал в другой регион, он рекламирует наш город, что он выпустился здесь и двигается дальше. Это классно. И, как говорит один из персонажей басни Крылова, «Забу дыхание сперло», когда ты видишь это, когда ты чувствуешь, и когда зал аплодирует еще и стоя, и после окончания сезона, это дорогого стоит. И я думаю, что с каждым годом у нас меняются, мы все время переживаем, когда смена клуба идет, да. Студент отучился пять лет, смена клуба, новые команды появляются, либо идут дальше. У нас все равно же обучающий КВН, да. Вот как раз об этом тоже хотела затронуть, что КВН не стоит на месте, все-таки это, ну, как принято, в большей своей массе игра молодых, да, и должно происходить вот это обновление, и свежий взгляд на события, которые происходят в жизни сейчас, в данную минуту. Насколько это происходит в самарских лигах, вот это обновление, и куда деваются те люди, которые свое отыграли, что называется? Ну, кроме Лени, Лени, пишу, где. У нас много таких. На самом деле мы, как бы, статистику ведем, да, сколько команд играло, уже за время существования новой лиги Самары, как бы, да, я отсчет, наверное, возьмем с 2005 года, движение, как бы, новую волну получило, у нас сыграло уже более 600 команд за это время. Ничего себе. Это десятки тысяч человек, текучка, зрители, которые посещают, я вам скажу, наверное, не в тысячах, а скажу, что это порядка 17% от молодого населения города Самара, а у нас их 300 тысяч. Да, это не слабо. Вот, за год только посещают игры. Это мы не говорим про уличные мероприятия или какие-то, например, сопутствующие у нас там, и там футбол, там, и там так далее. Мы это даже не берем в счет изначально. И я просто хочу сказать то, что КВНщики еще делают за кадром для города, для маленьких детей, для, к сожалению, детей без родителей, как бы, мы об этом никогда не афишируем и не будем. Но скажу вам, что я горжусь ребятами всеми. Пусть кто-то, может быть, делает какие-то ошибки. Ну, не бывает идеальных людей. Мы не роботы, и человек вправе делать ошибки. Но самое главное, чтобы он осознал, понимаете. И они осознают это во время обучения. Вот Леонид сделал ошибку. Леонид такой, какую? Один раз, да. Стали мы вместе с КВН заниматься. И все, теперь доложители, да. Мало времени у нас до конца остается, к сожалению. Но вот смотрите, когда формируется новая команда, или это какая-то команда от какой-то организации, или там школьного, или студенческого факультета, и так далее, они поначалу уже явно сами себе пишут шутки, что-то там как-то стараются, из дома все приносят, да, как это обычно бывает. А дальше что происходит? Так и продолжаются сами себе? Или все-таки важны вот эти сценаристы, которые какие-то сочиняют шутки, там, и так далее? Как это происходит на самом деле, Лень? Вот по-честному. По-честному. Сами или все-таки помогают? На самом деле все практически происходит при самостоятельном творчестве. Почему, объясню, просто никто не сможет так выразить твою позицию, кроме как сам ты. Если мы говорим о КВН в Самаре, о КВН в, допустим, областных соревнованиях, межрегиональных, центральных, как правило, в этом принимают участие команды и пишут себе самостоятельно, и работают самостоятельно. В роли наставников и учителей выступают редакторы, которые как раз перед игрой готовят команды. Они смотрят материал, говорят, что лучше исправить, куда лучше стоит направить свой юмор, какую сторону затронуть у юмора. Когда мы говорим о КВН профессиональном, который снимается уже телевидением, первым каналом, естественно, это другой темп. Это, во-первых, это другой абсолютно ритм. И человек-актер, и человек-автор, он просто не будет справляться с этим. Поэтому, естественно, есть помощь. Это те же КВНщики, выпускники прошлых лет, которые прикрепляются к команде, и они помогают им решать попутные задачи. Это, в любом случае, совместное творчество. Потому что образ человека, естественно, тебе принесут текст, скажут, скажи, это будет не смешно. Вот как раз хотелось, смотрите, все равно есть актерская позиция у КВНщика, и если ты это не отыграешь, какая бы гениальная шутка ни была, если ты ее не отыграешь, то она провалилась. Правильно же? Поэтому работают на персонажа. Потому что персонаж работает с автором. Это как в спорте. Великий спортсмен может не быть великим тренером. Или наоборот, великий тренер может быть и не был великим спортсменом. Есть теоретики, есть практики. И когда это объединяется в одном, как универсалы, это, конечно, гениально. Я считаю это гениально. Есть такие люди в КВН, очень много, которые это сочетают. Но такой человек, представляете, он сам написал, сам сыграл единицы. И для команды, там такой технологический процесс съемок, он специфичный, вы как человек в телевидении это прекрасно понимаете. Когда быстро это все редактируется с ног, с колес, и когда актеру хотя бы нужно два часа поспать, а через два часа нужно уже выкатывать новый материал, поэтому здесь есть определенная помощь. Но когда к этому команда приходит, а это проходит обычно минимум лет пять, команда уже заслужила в этом плане какой-то определенной помощи. И все команды телевизионные прибегают. Но это очень важно, потому что мы делаем федеральный продукт, который мы показываем, смотрим по телевидению. И Маргарита Павловна, да, из Владивостока, и Сергей там из Кенеля, там неважно. Они должны видеть то, что это действительно. И они должны видеть легкость. Слушайте, ну я поняла, что КВН это жизнь, жизнь веселая, хорошая. И мы приглашаем все-таки еще раз и на Кубок губернатора, и на День города, на молодую сцену, на площадку наших самарцев, любимых, дорогих, на День города и на Кубок. В общем, приходите, смейтесь, получайте удовольствие. А с вами я прощаюсь. До следующей пятницы проведите выходные с пользой, с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова